Доброго утра! Дети с чаем, по утрам, несмотря на то, что лето пьют чай, ну я достала вот и компот, и кто хочет компот, кто хочет чай, ну утром всегда чай, а потом компот, да? Кто хочет оладьки со сметанкой, кто хочет с медиком, а вот сейчас я еще соус малиновый размораживаю. Вот пакетик с нашим соусом малиновым, он размораживался на быстрой разморозке 2 минут 40 секунд, сейчас я все это в тарелочку выложу. Ребята, я же говорю, у нас погода такая вообще варная, бешеная, все... Так уж, что я все же спотелась в тарелку, сейчас я буду снимать белье. И на обед доедим борщ, не знаю, купит ли Сержня помпушки с чесноком, я так хочу борщ с помпушками, но не уверена, скорее всего. Он забудет, и что еще сегодня, и сейчас нужно будет на ужин что-то приготовить. Сейчас разложу белье, что хотела сказать, что вчера написали, по-моему, вчера в группе ватсапе написали, чтобы пришли помочь в садик покрасить на улице все, в общем, на площадке. Но, как видите, я не пошла. Не знаю, мне особо некуда деть троих детей, поэтому вот не пошла, потому что мы и так сдали 2000 на ремонт. Мне кажется, можно было бы тогда сдать, там, не знаю, 2200, например, и за эти деньги нанять кого-то, чтобы покрасили. Я не знаю, конечно, сколько человек придет, только один, по-моему, написал, что придет. Много прям написала, что не придут. Детей обед. Они выбрали не борщ, как мама ела, а пюре с отбивной. Да? Поэтому кушают сейчас отбивнушечки. Мы опять вяжем. Я на подносе, как всегда, мама любит на столе. У всех разные вкусы, да? Вот, и смотрим опять Бестяйкина. Он живет в Ясенской. Вот мы, когда едем в Ейск, то мы проезжаем эту станицу. Вот, так что Сергей Бестяйкин, у него называется канал. Афоня тут что-то смотрит. Что ты смотришь, Афонечка? А ты сам выбираешь, да? Пока жарко на улице, вот мама им разрешила в компьютер, да? Потому что мальчики сегодня пыль повытирали. Были сегодня мамными помощниками, да? Расскажи, кого ты хочешь выбрать. Еще не знаешь? Мы еще смотрим, называется «Следователь Тихонов». Сериал, четыре серии, получается, расследование одного убийства. Такое интересное. 2016 года. Я все-таки сходила в душ в обед. Я не помню, я говорила это или нет. Но то, что было вообще невозможно. И сейчас повезу Гришку на английский. Он у него с пяти до без пятнадцати шесть. Потом он идет сам на карате. И потом уже с карате я его забираю. Раз он сам шел с карате на тетя Люба, я все знаю. И у меня родня, ну, как бы проговорилась, что Гриша пошел за тетей Любой. А потом я узнала, что все-таки Люба его подвезла домой. Едем по вот этой красоте. Потому что там делают дорогу. Уже начали, вот я вам вчера показывала, как там выдолбали все ямки, да? Чтобы там залатать дорогу. И уже латаются. Там мама с папой ехали, сказали, что там неудобно постоянно. Нужно пропускать всех. Поэтому мы едем вот в объезд по Степной. По зимней, по нашей дороге. Ну, не только по зимней. В общем, когда дождь, то вот по гравийке мы едем, а не по грунтовке. И любуемся. Пацанчиков. Тут даже вот гравия засыпали. И асфальт, который, ну, в общем, выдолбливали с ямок. Поэтому здорово. Тут еще сделали плавный съезд. Потому что вот вначале там сюда при повороте асфальт. Но вот он резко-резко прям обрывался. А тут теперь плавненько заезжаем на асфальт. Круто. О, а там уж никого нет. Так что обратно я туда поеду. У меня поздний ужин. В общем, готовлю ужин, пока муж не приехал. Здесь у меня утка. Я, знаете ли, не могу из одной утки приготовить одно блюдо. Ну, могу, конечно. Жареная утка с яблоками, например. Это очень вкусно. Но я разделила на два. Хребет варю. Будет завтра супчик. А здесь у меня утка, морковка, лук. Все обжаривается. И будет утка с перловкой в мультиварке. Вот, у меня от родни досталась вторая кастрюлька от мультиварки. Это вообще очень удобно. Две кастрюльки. А вот эти вот в поларисе вообще удобные. Потому что они с ручками. Очень удобно доставать из мультиварки. Вообще прям очень удобно. Поэтому вот продаются отдельно. Просто без вот этих ручек. Вот такие вот. Ну, как бы когда горячие, неудобно. Эти ручки, они нагреваются. Но достать все равно можно. Вот, сейчас все это перекладываю. Ой. В общем, все мое мяско обжаренное перекладываю в чашу мультиварки. И буду два раза по 25 минут. То есть на 50 минут буду ставить перловку. Вместе с мясом. Антошка не дождался перловки. И макает хлеб в салат. Это он так у Сереги увидел, да? Здесь салат со сметаной. И Антоха макает этот сок. Вкусно? Да. Мам, я вкусней. Тебе не вкусней? Ну, неси сюда. Бабушка нам принесла виноград. Некоторые уже поспели. Громкие. А некоторые еще нет. Поэтому некоторые попадаются очень кислые. Но он такой вкусный. Мама, молись, молись. Папа на кухне. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Антоша, занеси телефон. Я поехала за Гришей. Хорошо, зайдите. Папа сказал, чтобы вы в комнате были. Ладно? Все, я спать. 10 часов. Сделала тесто. Две порции сразу. Стала, не знаю, последние, наверное, 4 раза делать по две порции. Вот, завтра у меня по плану эскиз пряников буду делать. На ВДВ заказали. В общем, мне кажется, очень интересно. Не знаю еще сама, что там будет. Знаю, что будут погоны попросили и все. Остальное сейчас буду... Ну, завтра уже буду думать. Продолжение следует...